Мне необходимо было сделать все, чтобы, вот слово не очень хорошее, но выбить максимум денег из Министерства финансов, из Кабинета министров, получить все-таки те деньги, которые должен получить город по этой субвенции, а не тратить на заработную плату деньги городского бюджета. Потому что у нас, мы, во-первых, не знаем, по какому бюджету мы будем жить в следующем году, будут ли у нас какой-то вообще ресурс в бюджете развития, и поэтому там лишних 10, 20, 30 миллионов – это огромная сумма для бюджета города Житомира. На прошлой неделе несколько раз действительно был и в Кабмине, и в Министерстве финансов, в других министерствах, и вот на сегодняшний момент, сегодня могу сказать, в прошлую среду Кабинет министров выделил дополнительную субвенцию на область, и сегодня только это была субвенция подписанная в Кабинете министров, завтра, я надеюсь, пройдет заседание областной комиссии депутатской, и будет распоряжение губернатора по перераспределению этой субвенции, и я надеюсь, что город Житомир получит на заработные платы не меньше 20 миллионов гривен. Это снова Геннадий Зубко нам допомог? В том числе, да, в том числе Геннадий Григорьевич, ну, понимаете, если бы мы выплатили, мы сейчас закрыли ноябрьскую зарплату медицинским работникам, это было на сессии, которая прошла на прошлой неделе, мы закрыли ноябрьскую зарплату, но на декабрьскую зарплату, вот, я надеюсь, деньги, завтра будет решение, и мы получим деньги на декабрьскую зарплату и для педагогов, и для наших медицинских работников.